Здорово! Я, когда угловой будет подан, и начну ознакомить вас с составом железнодорожного. Очень неплохо. Фаст-центр штрафной, но тут Лекхето. Собственно, не столько мяч отбил, сколько от него мяч отскочил. Но нам все равно, лишь бы опасного момента не было опасного. Гол! 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 На второй уже минуте. Такого не было еще, наверное, с Локомотивом, чтобы дал себя смять на первых же минутах. Явно налицо ошибка оборонительных линий. И приходится констатировать, что Лига Чемпионов для нас пока что уже не бывает. Но не только для вашего комментатора и для игроков Локомотива, но и для режиссера трансляции. Видите, этот момент стал неожиданным, поскольку с опозданием мы на повтор успеваем и видим мощный удар Саши Ильича. Видим мы, что пытается блокировать нашего защитника Аруна, но делает это без нарушения правил. Андерлях выходит вперед. Большими силами даже на сегодняшний день состав. Два лучших полузащитника команды травмирована. У Алина Стойки, Румына, наверное, уже перманентная просто травма. Он то от нее вроде бы излечивается, то опять вроде бы... Ой, какой момент, а! Ну что, не только же не в нашу пользу будут получаться подобные вещи. Когда-то и нам повезет. Филипп де Вильда. Опыт дело хорошее. А чемпионат Европы мы не забудем. Может вытащить игру, а может и почудить. Едва ли это был удар. Но вот Филипп де Вильда оказался сбит в толку. Сначала... Вот момент, видите. Пытается достать этот мяч. По-моему, это был безник Хаси. А затем, а затем, что же является Морна, в прошлом году забивал, ну, в каждом матче практически, выступая за одного из лейших врагов, Андерлекса Бруссельского. Стандарт из Льеша. И вот теперь смотрите. Опасно! Почему не пробить сразу попытаться? Тяжело, да, понятно, мокрый. И добить! Гол! Ну уж правда. Сериал сегодня мы смотрим, да? Курьезы, курьезы. Дмитрий Сенников ликует не только Саша Ильич, единственный защитник в матче, который будет ходить вперед. Вот так. Не ждали, не гадали. Но хорошо сыграл. Отборолся, по-моему, этот именно был там на рубеже из Сенников. Ну вот борись до конца. Не сегодня, не завтра, но когда-нибудь она тебя, госпожа, удача вознаградит. Доработай, эпизод! Какие люди теряются, а Саша Ильич? Один забил в чужие, другой привез в свои. Здорово! Индифферентен главный арбитр Руслан Кименов. Удар! Гол! Три-один! Ну что, как все сменилось. Назад, назад еще играть. Сейчас уйдете, ганшку получит кто-то. А завтрашний день. Второй раз Локомотиву удается комбинация чистая. Бас, да? И очень волновался Симен, Пименов. Видно было. И в конце концов, забил ты мяч между ног Филиппу де Вильде. Абсолютно я не уверен в том, что делал это нарочно, хотя, ну... Как уж выходил. Майлов элегантно, технично, здорово. Ах, как красиво! Ах, как он разобрался! Ну, чуть бы подальше пасу, тогда совсем бы удобно было Лоскову. А здесь Пименов. Удар! Бузникин! Гоу! Ну, прорвало, наконец. Ладно, второй этап. Говорили, писали. Главное опыта набраться. Набирались. 0-4 в Мадриде, да? До этого 1-1 Сандерлектова в Москве, но это особая статья. Два матча с Ромой вполне достойно. И один забитый во этих третьих матчах. Нет. В трех играх против Гранда европейских. Вот прорвало. Четыре мяча в исполнении четырех разных футболистов. Атака неплохая. И опять легкета. Лосков. Измайлов. Иминов. Блестяще. Блестяще. Если вы помните, уважаемые телезрители. Те, кто видел, кто был на стадионе, может быть, тот день 11 сентября на стадионе Динамо, помнят, что был момент в втором тайме, когда Пименов и Кузьмикин вышли на одного вратаря практически. И не сумели мяч разыграть. Ну вот, может быть, они оба вспомнили тот момент, а? Вот она легка. Безобразная игра, правда, в первые минуты. Чуть подфартило. Чуть держались. Отборолся Сенников, забил трудовой мяч. И в конце концов пошло. Продолжение следует. Игренты. Продолжение следует... Продолжение следует...